Сегодня в выпуске я расскажу о своем альбоме Войхол, приветствую тебя. Максим Пехов приветствует тебя. Это я Максим Пехов, да? Кстати, Войхол это два слова ВО Война и КсУ ЗЛО. То есть это Квиздинстенция двух слов Война и ЗЛО. Моя планета Марс, сегодня 13 сентября 2022 года. Наша Земля под воздействием планеты Марс, бога войны, сейчас может произойти все что угодно. Там крушение жидов, блядь, нахуй. Короче, хоть бы было классно. Короче, фантазии, фантазии, фантазии. Рассказываю сегодня о свой проект Ranger of God. Альбом 2. Значит, повлияло на меня. Так, подожди, сейчас. Сначала мы посвятим написанию, посвятим обзору, обзору на моей странице на Facebook. Группа Facebook Ranger of God, RIP 1990, 2000, Ukraine, Harker. Значит, так, вот. Я написал сегодня час назад. Салют, Бэтл Хэйнс, сегодня 13 сентября, на улице Ранняя Осень. Высыпаюсь перед активной деятельностью. Впереди много планов и расписания по их осуществлению. Почему я сам рассказываю о своей творческой деятельности? Возникает, наверное, у тебя вопрос. Да потому что возникли непонятные проблемы на странице. Кстати, я что-то не могу на нее зайти. А, ну да, я там же вбил себе. Короче, да, ну, не важно. Мне эти самые там показывали, мне там, Ардасол показывал, там, Гордиюк показывал эти самые картинки, скриншоты, что там произошло. Где все настоящие даты, о которых я сейчас рассказываю, кто-то из модераторов взял и назвал фейком. Типа, что я, типа, до 2016 года не существовал. Хех. И написал свои даты. Свои даты, да. Или это чей-то заказ, или это просто похуизм и нежелание разобраться. Ну, блядь, понятно. Пидоры, сука, нахуй. Вот поэтому я начал рассказывать о всех своих проектов и начал с проекта Angel of Good. Итак, сегодня, завтра я размещу ролик, посвященный альбому Смерть Дез. И сварганил я его в далеком, в 98-м году. Вдохновлялся я альбомом Nemesis Divina. Вот он. Ну, это я купил уже после, в 2000-х, где-то в том году, в позапрошлом, группой Satiricon, да. Вот так у меня были и кассеты сначала, потом, нет. По-моему, сразу у меня диски были. Тиратские диски, потом лицензионный на аренде, да. Потом вот купил себе вот такую диску уже. Тут продал, купил вот себе. Диги-баг, диги-бук, блин. Вообще, качество офигенное тут. Вот. Классная тема. Вот. Я Black Metal начал слушать как раз в 98-м году. И первая группа, которая мне зашла, это Satiricon, да. С этим альбомом. До этого я слышал на кассетах в начале 90-х жуткие записи каких-то демок, типа Dark Tron. Ну, сейчас я эту группу уважаю за ихнюю позицию. Хайль. И есть у меня в коллекции пара альбомов, да. Total Death и последний, Old Star, да. Два альбома фирменных у меня есть, да. Один с Норвегии привезённый, Total Death, да. Второй. Какого там лейбла, вот этот, как его там, Дорогое издание. Есть у меня Digipack, по-моему. Или в стекле, не помню. Дорогое издание тоже на вот этом каком-то лейбле, блин, забыл. Сейчас есть столько лейблов. Вот. Ну, значит, так. Хотелось бы иметь все альбомы, но на это надо кучу денег иметь. Я ещё помню, Козлов это, Айвар, предлагал в 2010 или 2011 году эти альбры свои коллекции распродавал. Ну, там такие сцены были, по 25 баксов, по 20, у меня тогда зарплата была, сколько тогда бакс стоил, блин. Ну, короче, зарплата была около 3000 гривен, какие там диски. Я его там купил, Benediction, этот самый, Abituri купил, да, двойные, там, американские, и всё, по-моему. Вот. И так до хрена денег, по 20 баксов отдавал, на хрен. Ну, вот, значит, дальше, продолжаем дальше. Данный релиз включает новые песни и один кавер на песню «Еретик», слова Шевченко, на украинском языке, из моего проекта «Доминейшн». Кстати, был первый вариант данного альбома, записанный как раз в 1998 году, с таким же качеством, как проект «Доминейшн». Как звучит песня тех времён, смотри в сегодняшнем ролике моего «Метал-шоу». Вот, кстати, «Endure of God» в ознакомительных целях можешь послушать этот альбом полностью. Ну, не полностью, тут хромко. Вот. А сейчас я покажу «Доминейшн». Включу. Ну, вот так «Присвёт» тоже вот. Я это на акустике, по-моему, вообще исполнял. Так, сейчас. Сейчас «Доминейшн» плейлист найду. А можно тут, наверное, найти. Сейчас посмотрим. По-моему, тут он есть. Промки. Все мои тут промки. Я выкладываю на своём канале. Вот тут новые сначала, потом более старенькие. Ну, выкладываю то, что выкладываю постепенно. Это всё время, это всё место до хрена надо на винте иметь. Так. Всё это очень, блин, трудоёмко. Всё самому приходится делать, блядь. Такс. Где же я его разместил, а? Да где-то сейчас найду. А, вот. Каменант Вездес. Вот. Сейчас мы его включим. Вот тут, по-моему, «Еретик» первая тема. Диск этот умер, а то поломаю ещё. «Еретик» предвещен бесплатно для знакомления. Да, бесплатно, да. Да, версия. Если хочешь купить полносредный, а у него сидит, то пиши мне на фейсбук, на мою табличку, в личные сообщения. Да. Цена 250 гривен. Придят нам, рада слушать. Ну вот оно вот тут. Это «Еретик» тут. Вот, вот такое качество. То есть, гитара на перегрузках. Вот, значит. Использовал я тогда самодельную электрогитару, акустику, с самодельными звукачами и подключал к мофону на перегруз. Но у меня его, вот хочу рассказать, у меня его, короче, в 2004 году, по-моему, или 2005 году, я познакомил, искал группу «Торнопарк», по-моему, искал барабанчика, по-моему, разместил объявление около талисмана. И познакомился с таким долбоебом, знаете, такой Андрей, иммортал. Короче, ходил, то есть, как оказалось, это псих. Вот. Я еще помню «Стрелянный», и со «Стрелянным» общался тогда, да. И мы, а, ну, короче, да, вот я познакомился с ним, был у него дома. И, а, я еще тогда работал у меня мутный знакомый, Семенькин. Работал продавцом в этом, как его, магазине фирменных компакт-дисков. В этом самом, как его, ну, этот, блин, был, как его, театр Шевченкова, там, магазинчик фирменных дисков. Я туда ему свои диски приносил, там. Ну, короче, вот, слушай, общался, да. Да, и вот этому дурачку Андрею, имморталу, короче, был у него дома. У него там барабанная установка стояла, он-то на ней хуярил, включил на всю катушку кредлфилд. И, как начал барабанить, именно, живьем на барабанах, блин, именно, ну, нормально так барабанил, скажу. Молодец, конечно, да. Ну, короче, я думаю, о, нормальный чел. А я тогда бухал, короче, сильно, блин, пиво пил, блин, водку, короче, сами, ёршик, в общем, в общем, да. И помню, помню еще, кстати, был такой чувак, помните, Иисус. Вот, еще и с Иисусом мы туда ходили, бухали. Помню, ходили мы по этим, по улицам, по Сумской, вот это здесь сейчас. А, ну да, где Шевченко, парк, да, памятник Шевченко. Вот тоже мы шли к нему пешком туда, пиво пили, обсуждали музыку, все там, творчество, все такое, общались, да. Вот, короче, он попросил меня диск, этот самый. По-моему, у меня дома был. Нет, домой его не пускал, ну, его нахер, я подумал, не, никаких, домой, блин. В общем, я ему дал оригинал диска, потому что, я же объясняю, компьютер у меня появился в 2006 году. Ну, я подумал, ну, хуля, блин, ну, человек перепишет себе на комп и все. А он, короче, вот, дал этому, Андрей, ему отдал свой диск, вот этот офигенный, блин. Классный такой, качество там офигенное было, да, ну, в смысле, самих качество записи вот такое дерьмовое, но сам материал был офигенный, типа, типа вот этой грубой сатириконными звездами, он очень повлиял. Там были песни длиннющие по 8 минут, по 10, по 12, короче, именно там мух повлиял на меня этот альбом. Это Маза Норд песня особенно, вообще офигительная. Ну, короче, и дал я ему этот диск, ну, были у меня кассеты, тогда, ну, тогда уже на 2004 год, или 2005, у меня кассет не осталось. Ей все раз продал, подарил, поменял, на диски ушли, это, вот, короче, дал ему этот диск, и потом, короче, звонит мне знакомый с вот этого магазина металлического. Тут, говорит, какой-то придурок приходил в футболке Мортал, приносил твои диски, а я ему дал, короче, твой напартстон, болванку, ну, хорошо, хоть не матрису, по-моему, не матрису, да. Вот, дубликат. И приносил твои диски, сказал, что это его диски, и он их хочет выставить на продажу. Ну, я, говорит, хорошо, взял их, короче, ну, и, а вот этот диск он не взял, да, этот диск тот сказал, этот диск я не дам, типа, что-то такого, вот, и, короче, куда-то этот диск делся, вот, ну, а этот тип, вы слышали про этого Андрея Мортала, это очень такой бойной человек на голову, мы, помню, к нему ходили, там, что-то, он там кого-то примочку взял, потом ее куда-то поменял, или пропил, короче, блядь, это, как вот, блядь, человек, с которым лучше не связываться, потом я понял, узнал, что это псих какой-то, больной на голову, там, вот, короче, мама в милицию там вызывала, мы там, помню, уходили дворами, потому что, блядь, а шо, он забрал наши вещи, блядь, ебаный рот, сука, бандон ебанутый, на всю голову, блядь, и не отдавал их, ну, короче, вот, вот так вот этот диск ушел непонятно куда. Где он, у кого сейчас, я даже не знаю, вот, я там, кстати, вокалил в трубу, короче, вот такую трубу брал, вот такого диаметра, и туда, вокалил, да, и, то есть, вот труба и микрофон, вот тут, вот, короче, такой эффект создавал отсюда, ну, блин, так вот, да, вот, вот, вот эта песня, да, исполняет, да, еретик, она вот длинная, там, минутная, двенадцать, наверное, по-моему, эта песня, да, ну, вот, значит, так, да, дальше. Вот, вот я рассказал об этом в своем Metal Show сейчас, вот, да, а полноценный вариант я уже смог записать в 99-м году, но уже короткие песни, уже качественно, офигенно все, ну, блин, уже покороче, и там включает этот альбом 12 треков, из них две, это песни, а остальные 10, это инструменталки, да, блэковые такие, конечно, первый вариант был вообще классный, в духе вышеуказанного альбома группы Сатирикон, вот, дома я сам сыграл на всех инструментах и сам вокалил, сводил я все дома, потом давал, как всегда, Саше кассету, и он мне очистил при необходимости и оцифровал на матрице сидерки. Обложки мне делали на студии Немцова, вот, если труда, катал же номер, такой же, как и на предыдущем альбоме, потому что я тогда не шарил в этих делах, честно говоря, да, и они там что-то, типа, сказали, типа, а вдруг там станешь известным и налоговая на нас наедет, типа, будут там требовать нам эти налоги платить, короче, что типа вот ты там, это самое, что мы типа и то издали, и это, и все такое. А вот эта песня закончилась, да? А нет, даже еще даже не закончилась, а что же время минут 10, наверное, длится. О, тк-тк-тк-тк-тк-тк, тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-» Кулик. Ха-ха-ха. Да, это вот оригинал песни Еретик, проекта Domination, да. вот в общем я не помню настоящих причин и врать не буду или придумывать красивую сказку, как это делают некоторые звезды некоторые звезды отечественного а вот оригинал ковер версия сейчас будет этой песни на диоретик сейчас будет значит, в общем я не помню настоящих причин и врать не буду или придумывать красивую сказку, как это делают некоторые звезды отечественного металла, вот, более подробно я расскажу в сегодняшнем серии своего металшу, ну вот я уже рассказал этот релиз также продавали на лотках и в киосках фирмы Лера, от Сич Рекордс напомню, самым ходовым альбомом был Тысяча Одна Смерть, а самым малопродаваемым диск Гармония после завершения условий магазина после завершения условий договора с выше озвученной фирмой я ставил на реализацию в магазине Корона аудиодиски и кассеты да, и сам реализовывал свои релизы на кассетах и на аудиодисках часть тиража подарил своим друзьям часть тиража отдал на дистера например барабанщику Мирошниченко группы Фантас Магория, да как репрессии этот альбом был выпущен в 2017 году на Кульменис Рекордс вот он вот в таком издании вот тут 12 треков стоит 8 евриков да, вот Россия Black Metal, Death Metal, да, вот он вот значит тут я оформление сделал новое вот фотку взял с какого-то 2005-2006 года футболка Nocturnal Mortum да, короче, вот вот можешь купить тут можешь у меня купить ну, у меня дешевле, понятно и полиграфия лучше и текст, и оформление получше чем вот это вот матовое какое-то ну, и все-таки перопресс, так сказать репресс с перопрессом так вот вот сейчас ты слышишь ковер-версию, да на Еретик более брутальная более, ну более блэковая тяжелая, да качественная так, да, вот и перед этим была выпущена кассета в 2014 году на Депрессиве Люжи Рекордс под каталжим номером КАТ-2655 так как это уже Black Metal, вот вот Депрессиве Люжи Рекордс да, вот значок вот так кассета выглядела выглядит она и сейчас продается 66 копий у меня есть моя одна авторская кассета можешь купить за 6 евриков на Депрессиве Люжи Рекордс вот так дальше что там у меня есть все мои авторские кассеты и диски с этих лейбл кое-что было в двух экземплярах оставил себе по одному остальные продал и поменялся другими музыкантами на их релиз например этот альбом на аудиокассете я поменял на аудиодиск проекта Битвуа у самого автора данного проекта вот кстати у меня осталась почему-то копия номер 23 от руки вот написано вот это издание такое вот было на резографе да двустороннее вот эту вот такую кассету я поменял на диск Битвуа да вот 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 тут короче тексты два текста Еретик и СМЕРТЬ вот вот все тут есть было еще и другие издания на на светном принте диск был на светном принте и вот кстати NN студия вот плейбл вот все короче все тут описывается но он был без 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 текстов да ну и диск был тоже на светном принте синего света такой кстати ну может сейчас мы подойдем к этому сейчас покажу вот 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 такого качества и кассета была такого качества вот но я не сохранилась нифига X только на диск макет сохранился а на кассету вот буду переделывать ну рассказываю дальше что-то вот оказывается с этим вот сегодня расскажу оказывается с этим релизом покажу последнюю копию утверждения 99 года вот она была еще версия на светном принте как и кассеты так и аудиодиски у меня сохранились дизайнерские макеты я смотрю на этот айбот думаю сделать дизайн на кассету на двустороннем светом принте 2020 года и выпущу как и все мои релизы тех времен ограниченным тиражом 20 экземпляров по 150 гривен за кассету потому как новые запечатанные аудиокассеты стоят по 100 гривен я продаю также свои аудиокассеты и по 30 гривен на старых перезаписанных кассетах записывал в 2019 2020 годах с матрицы дирек качество нормальное слушать можно так что покупай пока есть потом буду писать только на новые запечатанные кассеты и цена будет уже минимум 150 гривен за кассету сам понимаешь потому что обложку надо сделать авторские права кассеты денег стоить будет так что все ну на дискорсе буду выставлять кстати да по 6 евриков да новые кассеты а бушные вот эти даже будут те что у меня сейчас есть это по одной копии то есть я как бы тираж у меня такой тогда понятно по 20 штук там по 88 копии есть у меня тираж один там нсс час расплаты потом что тошно тошнота еще не сделал не распечатал вот ну короче я покупаю вот купил одну кассету продам потом сделаю то есть записываю себя там тираж 20 штук да это самое продал 19 копий осталось и там напишу 19 копий и все и короче вот так вот по существу буду докупать кассеты вот только тоже будут новые кассеты а сейчас пока по 30 гривен лекси вот стоят да вот сегодня кстати продал киш но я киш не слушаю мне его подарили ну продал нахер вот кстати 30 гривен вот вот инцес да 30 гривен вот хейвай тоже 30 это на бушных кассетах вот а это на новых кассетах без гармония нас по 150 гривен за кассет вот у меня есть 4 4 этих самых кассеты 99 года еще тут еще продаю диски всякие чужие свои вот тоже ненависть 30 гривен пока тоже на бушной кассете вот тоже на перезаписанной кассете вот доминьон на 30 гривен все хватает пока есть потому что потом будут только на чистых кассетах и будет цена минимум 150 гривен уже будет цена не там ну да сумочку вот еще продаю никто что-то не покупает вот Tige White аудиодиск 100 гривен да кстати вот Ancient 280 гривен да ну короче слушаем дальше что-то а пока можешь послушать промо версию данного альбома в ознакомительных целях ну вот я привел тут вот видела только два человека Максим Лычко Сергей Чулков да спасибо что вы прочитали мой пост я вообще украинский язык тоже ну люблю как бы да живу на Украине на Украине вот в Украине как хотите так и воспринимаете ну ну изъясняюсь на русском потому что большую часть жизни разговариваю на русском языке ну а что делать так вот так вот так вот ну вот от этого мы отошли кстати все да вот кстати да вот хотел показать фотографии вот моя фотка вот футболки сатирикон этот самый хотел сказать балахон бандана десайт но тут плохо видно вот это футболка сатирикон именно здесь дивина да вот я в этой футболочке вот моя вазочка я делал тогда работал на скульпионной фабрике да вот ходила так вот в шоветах тоже как сейчас футболка сатирикон да вот сатирикон футболочка ну вот короче царянчик отвлекли звонок всякие там смс дебилы ну в общем вот кстати футболочка хейвайт заказывай покупай 14 евриков сделаем тебе под 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 твоему телослужению футболочку с логотипом хейвайт да это руна тут она вот так идет да воина да короче вот это самое вот это фотки показал да все сатирикончик показал футболочку вот этот альбом покажу еще он на меня повлиял очень и начал я брать black metal слушать с этого альбома да так кстати да вот кстати тут вот что ну и тут смертный грех да вот если есть потом это вероотступничество черная душа вот это кстати вот тут прорыв как я записывал грехопадение или что тут превосходство зла да да вот кстати да последнее обольщение уязвимость чистой души да вот тут все прорыв я записывал тогда еще давно вот так что все есть у меня записи в моей тетрадке тех времен 91 конечно вот а вот кстати да хотел показать вот 99 вот да это вот сич рекордс вот кассеты с арбома группы вы можете перевести точку туда здесь сич рекордс анжерфгат выражает благодарность сич рекордс за информационную поддержку вот новая харкерская студийная группа анжерфгат играющая в стилях brutal industrial black без метал да вот логотип Влад рисовал это лейбл макс рекордс мой самиздат так сказать это вот так вот выглядело да вот 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 так оно все выглядело да кстати я обращался к гапону на хоббит кипон видео с этом году вот спасибо ему огромное что он решил продавать на этих точках лера с рекордс киоск все такое да вот кстати не могу ему написать он меня что-то забанил блин хотел бы ему написать сказать вот так и так чтобы он подтвердил что я в те годы существовал и чтобы он на метал архивах модераторам сказал что я существовал и он подтверждает это а он меня забанил что-то что-нибудь забанил хрен вы знаете вот ко мне что-то его жена или не жена короче страница жены кто-то добавился я написал привет как дела там и никто не ответил я кучу забанил ну маша мне оставалось где может у нее на фейк какой-нибудь сейчас в интернете могут что угодно фейки всякие вот нашла то точно фейки если человек и не отвечает то это что о чем говорит он тебе к тебе добавился зачем-то непонятно зачем я таких людей удаляю и даже не не при если кто-то ко мне в друзья лезет того не знаю и не пишет мне письмо там привет там максом сорянчик села батарея макс веков желаю тебе успехов максим века желать успехов максим веков желать успехов максим веков желать успехов да вот хотел бы обсудить да да я не досказал то есть я не добавляю в друзья к себе не дни никого кто не пишет мне письмо привет макс там или здравствуйте или там добрый вечер там доброго что-то там доброго времени суток ну короче поняли да то есть не нужно знать кто шху и шху а то добавляется непонятно кто без непонятно непонятно по каким причинам что им надо вот тоже добавилось типа жена хапона якобы с фотографией блин чёртого знает может у не она вот а я хотел ему написать типа чего кого там это может быть это фиг от его от его так сказать имени ну и хотел же написать ему да это самое письмо кстати сейчас давайте это обсудим да почему название альбома дес больше чем название логотипа логотип такой на готический вот почему это кстати да некоторые спросит а почему вот эти альбомы с таким логотипом а другие альбомы с вот таким логотипом ну потому что первый альбом который я сделал там у этих как его у этих как его в этой студии начал же рассказывал прошлом выпуске что я благодаря познакомился с дизайнерами на студии немцова вот вот как раз они мне сделали начали делать вот эти самые такие вот это начали мне делать вот первый альбом к я иначе сделал у меня это ну и альбом даму по и там да дальше пошел этот альбом по делали вот так вот на дизайн мой музыка очень ну один говорит вот этот под дизайнер какая-то я пошел из группы он тоже такая значит такая пуском да есть если так подумать что он где основном а не левоком что типа вот название так ну вот так больше типа людей будет интересоваться думать группа шута деса на самом деле это дурай ну короче и я согласился как бы типа дашу типа название меньшим на заднем плане название альбома так сказать фронт впереди так сказать ну да ну принципе дальше смерть вот типа этого типа вот вот смерти по таком зло типа это типа единорог а это типа душа скачет на единороги типа она летит он крылья или ангел что-то на короче вот такое предложил чувак оформление ну я согласился когда вот так что такая история почему сначала были такие логотипы потом ну такое потом уже других альбомах вот такой но потом уже влад не сделал логотип вот такой да вот хочу повторить человек жива 3 1990 2000 год и украина харьки в грипп уже да вот давайте попробуем опуну написать чтобы не думали что я там брехло какое-то отдавать гапон евгений вот сейчас но вот тут полноте денег гапонов каких-то ты переглянуть сих уже дождь живет минуту по харькове но идет нету вот вот тут ты стук ёптить блин пока и распространенная фамилия как в поворот или тот самый как и к как этот как его иванов ябтить блин на леди свока папа он такой еще сбал памяти пашки мурашки блин это империя дома на ого то сколько их тут короче тут очень много как-то у меня было выход на его страницу ну могу сказать что не получилось зайти на его страницу сейчас попробуем где тут харькова вот не 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 а ну-ка он че не дай не он у него фотография там есть короче блин полно тут всяких ну где-то я пробовал зайти на него сейчас вот по другому сделаем не так сейчас мы берем вот евгений гапон на харьков князь ворота а ну-ка вот евгений гапон а ну вот сейчас сейчас и увидите но эти все материалы недоступны и можливо автор материалу поширил его уже него для него кодопа людей заменив его аудитория бугода лев ну если все вот вам агреет и все желаю успехов по 7 вверху подключился на мой канал же под так шо помочь так со которой моим твердить или дождь мне стволизать в этой панели из меня заболи понятно зашло и че-то он не по я саму тебе ибо не пешком делаете так что такие пиксе вот вот можешь мне написать нет хочешь пообщаться купить кассеты диски помощь какую-то мне предложить свою только не задение потому что денег у меня я скажу нету вот так что за свой свой саду себе ванну сказал афоризм одному долбоёгу вода готовить ну вот в качестве смотреть читай на моей спине тут ночью 3 все желает успехов тебе максим ехал все пока пока вот я такой вот я на вот мой поэк джей колдун джей колдун марс фон хэйтвёрк мой проект с альбомом рок секс рок и секс фоя вода ну все подписывайся на мой канал желает успеха у меня га-жи-фиа 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok